Всем привет! Давайте мы с вами сегодня приготовим очень вкусные улитки с сыром. Все пропорции оставлю ниже под видео. Для начала нам нужно будет сделать домашнее тесто фило. Для этого просеиваем сначала нужное количество муки. Муку нужно просеять обязательно, потому что от этого зависит качество нашего теста. Затем в отдельную емкость наливаем холодную воду. Воду можно заранее за 30 минут положить в морозильник. Затем сверху наливаем растительное масло. Дальше добавляем половину яйца, или же, если у вас есть отдельные желтки, добавляете полтора желтка. Обязательно добавляем соль. Затем всю эту смесь очень хорошо перемешиваем венчиком. Делаем небольшую выемку посередине в муке и выливаем нашу готовую смесь. Теперь осталось руками замешать мягкое тесто. Тесто получится очень мягким и эластичным. Вымешиваем очень тщательно. Я вымесила сначала тесто в чаши, потом заселила силиконовый коврик и начала вымешивать на нем. Тесто у нас очень сильно сначала будет липнуть, потом он отлипнет от руки. Вымешиваем очень тщательно, как я уже говорила, около 6-7 минут. Тесто должно стать однородным и гладким. Убираем тесто в целлофан и отправляем отдохнуть в холодильник на час. От начала до конца не добавляем ни капли лишней муки. Тесто само приобретет нужную консистенцию. Теперь отдохнувшее тесто берем и разделяем на 4 части. Каждую часть вымешиваем в круг тщательно по 2-3 минуты и закрываем целлофаном. И оставляем при комнатной температуре еще на час. Очень хорошо отдохнувшее тесто будет тянуться очень легко, даже руками, без скалки. Поэтому очень важно дать тесту хорошо отдохнуть. Пока отдыхает тесто, подготовим начинку. Здесь можно взять разную начинку. Мясную, немясную, сырную и так далее. Здесь я взяла три вида сыра. Первый из них это моцарелла. Второй вид сыра, который я выбрала, это сливочный сыр. И третий вид сыра, который я выбрала, это соленая бренза. Здесь каждый сыр нужно будет нарезать и взвесить по 150 грамм. И каждый сыр нам нужно будет натереть на самой крупной терке. Теперь все виды сыров мы перемешиваем между собой. Смотрите, если у вас бренза не соленая, можете добавить соль. Не можете, а нужно добавить соль. Если у вас бренза соленая, то пробуйте на вкус. Если соли хватает, то можно не добавлять. Тесто у меня отдохнуло. Теперь достаем по одной штуке. Закрываем остальные штуки, чтобы не проветрились. Посмотрите, тесто какое эластичное, очень мягкое. Можно тянуть руками, если вы не торопитесь. Если торопитесь, можно раскатать с помощью скалки. Почему сразу нельзя с холодильника тянуть это тесто? Оно после холодильника будет рваться очень сильно. Поэтому нужно дать тесту стать еще более эластичной при комнатной температуре. Если у вас прохладное помещение, вы оставляете тесто еще на часик, то есть на полтора-два часа. Если у вас теплое помещение, то тесто быстрее приобретает нужную консистенцию. Опять же, когда вы раскатываете с помощью скалки данное тесто, не добавляете никакой лишней муки. Но обязательно на силиконовом коврике нужно будет работать, потому что она более-менее такая липкая консистенция. Но если внимание обратили, оно не прилипает к рукам. То есть работать очень легко и очень приятно. Когда раскатали или растянули наше тесто, смазываем растопленным сливочным маслом. Если обращаете внимание, я сантиметр от краев отступаю, то есть сантиметр оставляю не смазанным, чтобы потом прилепить наше тесто и закрыть нашу начинку внутри теста. Затем я в один край накладываю нашу начинку. Вы можете по тесту распределить, как вариант тоже еще один. По всему тесту распределить, потом только уже скручивать в рулетик и собирать улитку. Это уже по желанию. Или можете, как я, делать. В один край положили начинку, собрали в рулетик и скрутили уже в улитку. Готовые улитки перекладываем в противень и обязательно разогреваем духовку до 160 градусов. Обязательно нужно разогреть. Затем улитки смазываем либо желтком, либо яйцом. И по желанию можно будет украсить кунжутом. Выпекаем в духовке при 150-160 градусах около 30 минут до прям красивой золотистой корочки. Наши улиточки приготовились. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Выглядит очень аппетитно и очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Я уверена, что вам понравится. И не забудьте на меня подписаться и поставить лайк. И еще нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А их в скором времени будет очень много. Всем приятного аппетита!